Здравствуйте, с вами программа городская среда середина недели и вот что произошло на 7 ушедших дней. Конечно же самое главное, случились выборы президента России в уверенной победе Владимира Путина. Мало кто сомневался, так оно и случилось. Я как депутат Рязанской городской думы некоторое время сидел в воскресенье на избирательном участке средней школы номер 32. И директор школы, председатель УИКа Валентина Рожкова говорит, Павел Анатольевич, уверите, такого числа избирателей я еще не видела. Это отрадно, отрадно то, что рязанцы и россияне показали свое единение с главой государства. Добавлять, в общем-то, нечего особо. Добавилось все 18 марта в лесопарке, где прошел концерт-митинг «Крымская весна». Он был посвящен годовщине, юбилейной годовщине, 10 лет прошло, воссоединение Севастополя и Крыма с Россией. Считаю, что в те времена это была проведена блестящая военная операция, когда без единого выстрела бежливые человечки присоединили полуостров к России. В мероприятии принял участие, естественно, глава региона, губернатор Павел Молков. Было множество молодежи, представителей всякого рода партий. Что удивительно, почему-то не было флагов ЛДПР. Я обратил на это внимание, и не было флагов КПРФ. Не знаю. Либо люди просто посчитали это ненужным, так как представители этих партийных течений проиграли. Не знаю, причина непонятна. Все-таки партия и партия, а мы живем в единой стране. Было множество студентов, курсантов Рязанского десантного училища. Цитата. Это воссоединение с Крымом ключевой событий современной истории нашей великой страны. Мы одна большая семья, единый сплоченный народ. Вместе мы действительно сила. Я готов подписаться под каждым словом губернатора Павла Молкова. И в светлении рук, и в сиянии глаз, мы вместе. Пьется голодка с сердцем в ладонях моих, мы вместе. И в светлении рук, и в сиянии глаз, мы вместе. Пьется голодка с сердцем в ладонях моих, мы вместе. Поздравляю нас всех с этой замечательной датой, с десятилетием воссоединения Крыма с Россией. Такое важнейшее, ключевое событие современной истории нашей великой страны. Мы Крым теперь навсегда с Россией. Мы одна большая семья, единый сплоченный народ. Вот все вместе мы действительно сила. Наши деды, прадеды проливали свою кровь, когда боролись с фашизмом. И сегодня вот эта борьба продолжается. У нас не победить, это совершенно точно. И вот иллюстрация, что мы не поддаемся никакому давлению. Вчера в стране состоялось важнейшее политическое событие, выборы президента Российской Федерации. И наш народ показал, что мы абсолютно едины и что мы все вместе с нашим президентом. Мы готовы противостоять любому внешнему давлению, любым внешним угрозам. Вся Россия вот такой поддержки нет ни у одного лидера больше во всем мире. Держим курс на развитие страны, держим курс на сохранение нашей идентичности, нашего суверенитета. Я уверен, что у нас абсолютно все получится, планы очень большие. С праздником вас, уважаемые друзья, с Крымской весной. Мы за нашего президента, за мир и за Россию. ПЕСНЯ Все проходило вроде бы хорошо, отлично, но Рязань не будь она Рязанью, когда хотя бы чайная ложечка дегтя не попадет в бочку с медом. Ну, я считаю, что вот эта вот несуразная массовая эвакуация автомобилей от лесопарка, когда там проходило массовые мероприятия, не знаю, непродуманность. Не считаю, что это какой-то злой умысел, просто непродуманность. О кадровых назначениях. Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру возглавил Александр Бондарь. Ему 41 год. Он окончил Воронежский госуниверситет, после чего занимал различные должности в региональной прокуратуре. С 21 года работает в прокуратуре Рязанской области. Начальником управления экономического развития администрации Рязани назначен Максим Степанов. Надеюсь, что с его приходом название станет реальностью, и что Рязань начнет активно развиваться. Ранее Степанов работал в РРГРТУ, региональной корпорации развития, и, по словам Виталия Артемова, занимался цифровой трансформацией в высшей школе госуправления РАНГ и ГЭС. РАНГ и ГЭС, кто знает, это Академия народного хозяйства и госслужбы. Директор РМПТС Николай Семенов покинул свою должность. Обязанности руководителя предприятия исполняет замдиректора по сбыту Владимир Базарь. 20 марта состоялись учения по антитеррористической защищенности и отработке действий при совершении теракта. Объектом послужил жилой комплекс «Фрэшлайф» на Касимском шоссе, дом 30. В ходе учения отрабатывались действия должностных лиц и собственников квартир. Понятно, что идеально в ней бывает ничего. Почему именно? Именно ЖК выбрал для проведения этих учений. Объект выбирал город Рязань. Очевидно, что, наверное, выбрал тот, где можно показать, как это должно быть приближено в идеале. Мы сейчас посмотрим, насколько все соответствует, насколько это удобно людям. Ну и скорректируем в дальнейшем свою работу. И работу, в первую очередь, органов местного самоуправления, которые нас встречают, в том числе за безопасность граждан и за гражданскую оборону. Очевидно, что предсказать опасность невозможно. Но обезопасить себя реально. Для этого использовались прежде всего системы видеонаблюдения. Немаловажный фактор – круглосуточная охрана МКД. Проводители компании рассказали, что постоянный мониторинг выполнения требований федерального законодательства – еще одна составляющая безопасности. Никакими техническими средствами нельзя полностью обезопасить себя. Бдительность – это основа основ. И самое главное – в случае возникновения чрезвычайной ситуации не паниковать. Ну, откровенно, не случайно выбран вот этот жилищный комплекс? Ну, конечно, для того, чтобы провести тренировку и всем наглядно показать, как это должно быть. Понятно, ничего образцового не бывает, но близко к образцу, да? Конечно, да. Ну, сейчас только что коллега наша озвучила все нормативы и требования к помещениям для укрытия. Ну, собственно говоря, данное помещение этим требованиям отвечает. Здравствуйте. В состав группы компании «Зеленый сад. Мой дом» входит 31 дом. В период с 11 по 18 марта чрезвычайных ситуаций не произошло. Есть ряд повреждений, влияющих на нормальную работу инженерных систем дома. Сантехнический участок – 22 повреждения. Участок слаботочных устройств – 9 повреждений. Участок электроснабжения – 1 повреждение. Лифтовое хозяйство – 12 остановок лифтов, и это не может не беспокоить руководителя УЖК. Одно из причин – отсутствие комплектующих изделий. По состоянию на сегодняшний день все повреждения устранены, установленные регламентом сроки. Хотелось бы обратить внимание наших жителей на причины засоров – нарушения правил пользования системы водоотведения. Напоминаем, что в канализацию запрещается сбрасывать тряпки, ватные палочки, спички, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей, наполнители для кошачьих туалетов, жир, волосы, остатки продуктов, бумагу и т.д. Помните, что система водоотведения – это наша система жизнеобеспечения, как и водоснабжения, которым требуются бережные отношения.